так всем привет калина крыло то есть крыло такое у нас необычное крыло с дырами в принципе чего и следовало ожидать сейчас посмотрим здесь мы немножко зачистили протравили немного ржавчину как видно и с наружной стороны заклеили скотчем скотч видно да вот дыра у нас две дыры вот дыра и вот две дыры так будем заделывать без сварки то есть будем использовать полиэферную смолу стеклотканью смысл чтобы не было таких лишних комментариев сразу скажу крыло такой будет экспериментальная так сейчас пойдем разведем мы самому нарежем стеклоткань и будем клеить итак разведи мы смолу добавили отвердителя немножко побольше и начинаем промажем конечно лучше одеть перчатки перед этим все мы тщательно обезжирили посмотрим сколько же вообще такой ремонт у нас проходит то есть видео как бы очень много таких на ю тубе наглядно знать как же он будет вырезать ремонт допустим хотя бы через полгода тут током не зачищаем такой быстрый 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 эта машина не на продажу в принципе хозяин курсе как мы все это делаем пока нет возможности поменять корового круга конечно лучше было бы поменять но увы все мы это заклеим два захода так ремкомплект у нас эфирная смола новол обычно последнее время пользуемся реофлексом то есть она более жидкая лучше пропитывать все кло ткани не везде конечно лучше ее применять немножко осталось наложим наверное так что ли мы пока видно здесь еще ничего не чистим но посмотрим может быть не будем чистить как бы это все делается временно так мы нанесли первый слой стекла ткани сейчас мы немножко подогреем феном сюда нальем растворитель кисточка не застыла и потом продолжим так немножко мы подогрели феном конечно лучше все это делать в перчатках так у нас смотрим на чтобы наш бутерброд не плавал так вот выглядит ремонтный комплект сильно греть феном не надо промажем а тут конечно могли мы обработать все это получше но это же опять время то есть не стоит она того также могли работать вот им грунтом так делаем мы намеренно так что не стоит писать не стоит так делать нельзя любой способ хорош немножко нету бортика подправим все хорошо пропитываем не торопимся в принципе да будет достаточно нарезали мы маленькими кусочками чтобы нахлёст 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 что у нас что-то хорошо ложилось не вредно так сюда ещё положим немножко потекло у нас все хорошо пропитали положим сюда вот так у нас все получилось здесь мы поправим ну и так в общем что вот таких вах-вах-вах не было то есть крыло мы делаем это намеренно в принципе могли реально как бы убрать здесь ржавчину получше то есть обработать грунтами потом все это залепить мы это делать не стали то есть проследим мы за этим крылом то есть это крыло ещё видео мы увидим покажем вернее кому интересно будет подписывайтесь наблюдайте что же произойдет с таким ремонтом так ну трогать мы не будем нет наверно сейчас возможно еще немножко феном подсушим тут все не плавало быстрее у нас все встало и завтра займемся уже наружной стороной здесь возможно здесь немножко уберем их здесь наверное и нет не будем ну вот как то так как то так решили мы попробовать что же что же сколько он проходит у нас такой ремонт узнать скажем так из личного опыта ну и все на этом видео заканчиваем всем огромный привет и удачи все пока крылышко калина дыры то есть как же заделать дыры без сварки вот так вот мы их заделали здесь вот такая ржавчина экспериментик поиздеваемся немножко мы над крылом то есть наша задача чтобы это крыло дотерпело до весны то есть крыло будет меняться в том случае как попрет ржавчина то есть возможно он полгода проходит возможно год в чем конечно я сомневаюсь но проверим наглядно то есть проследим мы за этим крылом насколько же хватит такого ремонта когда же поплет ржавчина вот так вот мы все заделали полиэферной смолой здесь вот осталась ржавчина убирать мы ее не собираемся вот здесь вот видно да как тут вот у нас вот так вот есть вот так вот у нас все выглядит так что мы делаем сейчас мы перетрем красным скотч брайтом и нанесем первичный сначала потом акриловый грунт и так перетерли мы красным скотч брайтом обезжирили будем наносить первичный грунт то есть вот такой вот будем использовать реактивный грунт ну и приступим к нанесению вот так вот все это выглядит в принципе как бы одного слоя будет достаточно так немножко подождем и нанесем акриловый так нанесем мы его в два слоя ждем так крыло у нас загрунтовано акриловый грунт мы использовали вот такой вот нормакс 4 к 1 так сейчас поставили мы издалека инфракрасный обогреватель сейчас все это просушим немножко подсохнет поставим поближе и крыло готово к работе с аж подплевкой на этом пока все и и и и и Продолжение следует...